Всем привет, с вами Алексей и мы начинаем играть в новую, совершенно новенькую игру на новеньком сервере. И я не оговорился, что новенькую игру, вам кажется это Майнкрафт? Нифига, это не Майнкрафт, это сборка, основанная на моде Террафирма Крафт, которая очень сильно изменяет геймплей в этой игре. Так, и сервер у нас называется Вестерленд и основан он на таком произведении как Игры Престолов, или Войны Престолов, не, Игры Престолов, да. Ну, все вы видели сериал, кто-то может быть даже читал и вот на основе этого как бы решили замутить сервер. Сервер для взрослых, то есть от 16 лет, вот, вам вначале дадут монетки, вот тут они у меня раньше лежали, я их уже потерял несколько раз, ну, точнее не несколько раз, один раз, вот, когда появитесь на спауне, быстро бегите к лодке, потому что там зомби очень злые, в результате вы приплывете вот в такую деревушку. Да, здесь стоит корабль, вот такой вот городок, вот, и я в одном уже где-то месте поспал, не помню где, ну, допустим, спать можно только ночью, но я, короче, где-то уже поспал, вот, поэтому точка дома у меня будет теперь здесь, осталось как бы недалеко от нее где-нибудь поселиться. Я немножечко тут уже разведывал, уже немножечко играл, очень сложно играть, если честно, если не знаешь этого мода, особенно тяжело, вот, но будем пробовать, будем пробовать, я не знаю, насколько затянется данный летсплей, но, если честно, играть очень сложно, поэтому может или интерес пропасть, или просто, просто даже не знаю. Так, нужно поднимать вот такие камни, кто не знает, террафирмакрафт, террафирмакрафт, я все время что-то ферма, я его хочу назвать. Ну, в общем-то, есть смысл в слове ферма тут, потому что, да, на выживание очень сложно. Так, кто не знает этот мод вообще, здесь, да, действительно очень сильно меняется геймплей. Во-первых, тут нельзя просто так взять, срубить дерево, и та же самая кирка, например, у вас появится очень нескоро. Поэтому пока, с чего нужно начинать, давайте рассмотрим. Это я не к тому, что вас учить, потому что я сам мало чего знаю, если честно. Я знаю, что надо собирать вот эти камушки, вот, что дерево просто так не срубишь, нужен еще как минимум хотя бы один камешек. И мне нравится, что я нашел вот такое место, где куча деревьев, потому что деревья здесь тоже проблема. Во-первых, здесь карта негенерируемая, насколько я понял, а нарисованная. Нарисованная, да, она нарисована именно по, ну, короче говоря, она нарисована, эта карта, не сгенерирована. Так, зачем-то я лезу сюда, наверное, я хочу на ту часть острова попасть. Так, еще здесь смарт-мовин есть. Смарт-мовин нам позволяет, например, запрыгивать на два блока. Но вообще, если честно, по моду и по тому, что есть, лучше посмотрите видео джайны на сервере, которым, на форуме сервера, который я вам оставлю. Так, это мы собрали. И теперь, кроме камней, нужны еще палки. Потому что без палок тоже вообще никуда. Да, причем палки нужно тоже найти либо на земле, либо же их сорвать с листвы. Да, самому можно сорвать. Сейчас мы тут тоже пособираем. Вот, я, если честно, уже и серий несколько пытался записывать. Ну, блин, ну не получается играть, правда. Очень сложно, во-первых, все немножко иначе. Так, вот я рублю листву, и, как вы видите, падают палки. Эти палки тоже пригодятся. Так, значит, если у вас есть уже несколько камней и палок, это уже хорошо. Уже можно крафтить некоторые инструменты первоочередные. Так, если дерево срубать сразу, то вся листва потеряет все палки. Ну, короче говоря, палок вы не получите, поэтому лучше сначала листву срубить. Итак, значит, у нас, если есть камни, мы щелкаем правой клавишей и выстригаем себе из камня, ну, как бы вытачиваем из камня первые инструменты. Первые инструменты, естественно, топор понадобится. Это мы делаем само топорище. Кроме того, нам понадобится, наверное, шлопата. Так, лопата делается вот так. Так, и понадобится нож. Для ножа, кто не знает, есть такой секрет, что можно из одного камня выстригать сразу два ножа. Вообще, вот такой рисунок у него должен быть. Но если два вот так разместить, то получится сразу два топора. Топором можно будет отмахиваться. И я, кстати, еще хотел попробовать сделать копье. Ну, и только я не помню, как его делать. По-моему, что-то типа вот такого. Вот так, да. Каменный наконечник копья. И его можно, по-моему, кидать. Да, так, ладно, да, попробуем. Копье есть. Два ножа возьмем сразу. А, палки кончились. Как же здорово. Так, ну ладно, если у нас топор 6, ни с чего делать. Ладно, мы вот эти два дерева будем рубить по-любому. И, кстати, кроме того, что сбивать здесь палки надо, здесь еще надо бы получать саженцы. Поэтому пока рубите. Может быть, это лучше ножом делать, кстати. По-моему, ножом, если делать саженцев больше. Мне что-то так показалось. Нож, правда, тупится со страшной силой. Нет, лучше я рукой буду сбивать. Да, саженца что-то нету. Дело в том, что здесь деревья-то, получается, их не очень много. Их бы надо бы опять рассаживать. Ну ладно, может, а вот один саженец уже пал. Отлично. Сразу мы его день-нибудь здесь и посадим. Так, а это мы срубим. Для этого мы сейчас вот так топорик доделаем уже. Топоров надо, кстати, сразу много делать. Потому что тоже пригодятся. Так, это мы получим первые, как бы, бревна. Из которых тоже ничего особо не скрафтишь. Можно сделать что-то типа сундука для бревен. Это я подсмотрел там в гайде в одном. Так, ну и здесь как бы сразу рубится все дерево, естественно. Ну, вроде как натурально. По-настоящему все такое. Так, и еще, раз уж я наделал ножей, мне для первого убежища надо будет нарывать соломы. Нарезать соломы. Нарезать соломы можно, кстати, с помощью ножа просто срезая траву. Не любую траву. Кстати, вот эти камушки тоже подбираем. Так, подобрали. И нужно придумать, куда мне идти. Вот я там еще не был, наверное, пойду туда. Так, а пока буду идти, буду срезать всякую солому. Вот, видите, солома срезается. Отлично. Так, кстати, если растение такое большое, то можно с него даже выломать, в смысле, выстричь семена, которые потом можно, естественно, посадить. Потому что с пищей здесь вообще все очень плохо. О, кстати, курица. Курица, 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 курица. Не уходи далеко. Это оказалось не курица, а какие-то лаги. Это вообще какая-то лиса, что ли. Она распилась. Подожди, лиса, стой. Давай уже закончим. Это дело. Лиса. Это же лиса. Она еще дерется. Так, я ее, походу, убил и ничего за это не получил, да? Так, 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 так. Камушки тоже собираем. И собираем листочки всякие, травку режем, потому что нам нужна солома. Из соломы делается блок соломы. И потом их можно использовать, ну, как бы, хоть в декоративных целях, хоть в строительных целях, каких хочешь. Так, я хочу на вот ту половину острова. Не знаю, зачем. Я не знаю, что там. Поэтому, наверное, и хочу. Неизведанное, знаете ли, оно всегда манит. Так, только я единственное, что хочу, чтобы там были деревья. Потому что дерева нужно много. И я вижу, там кто-то уже подстроился. Тоже кто-то туда хотел. Ой, дождь. А еще здесь, кстати, на сервере очень много. Во-первых, тут текстур пак с особой. Во-вторых, переделана музыка, кстати, тоже очень весьма такая неплохая. То есть, нестандартная, майнкрафтовская. Здесь, кстати, из-за того, еще одна леса. Так, ну, я знаю точно, за это хотя бы дают опыт. Опыт здесь нужен для того, чтобы увеличивался максимальный запас жизни. Кстати, есть у меня еще нож? Есть. Так, я зачем-то иду сюда, хочу там что-то найти. Ну, наверное, сейчас что-то найдем. Кстати, когда камни подбираешь, нож тратится все равно. А, кости выпадают из этих самых. Кстати, кость можно здесь вместо палки использовать. Ну, в смысле, для того, чтобы создавать оружие. Так, здесь мы видим какого-то игрока. У него тут из соломы тоже вот такое вот жилище. Ой, ой, ой. Кстати, кто это? А ну-ка, выйди, твой ник не видно. Это ты тут живешь? Нет, не я. Не знаю, то ли это Анна, то ли не Анна. Да, Анна здесь живет, оказывается. А, может быть, она здесь не живет? Я провалилась. И что, выйти не можешь? Нет. Так, ну ладно, она выйдет, я думаю. Так, здесь деревья, понятно. Вот, там есть деревья, это хорошо уже, кстати, хотя бы их там найдем. Так, а я пока рублю. так, вот, что-то мне на ту половину острова хочется, ну, потому что я там не был. Так, значит, еще у меня здесь задача, очень важная, найти глину, потому что из глины делаются формы, потом из, в этих формах плавится металл. Да. А из металла можно сделать нужные инструменты. И без металла вообще никак тут. Ну, в смысле, без металлических инструментов, потому что там нужна пила, а пилу можно сделать только из металла. Вот. Ну, кстати, про рыбу я совсем забыл, действительно, надо сделать удочку. Ну, для того, чтобы сделать удочку, нужно пару пауков сначала убить. Так, нужно ли мне туда? Вот, я что-то вот прусь именно, хотя иду вообще в другую сторону. Надо же вот туда идти. Так, мне это вообще нужно. Мне, кстати, интересно, это пресная вода. Тут дело в том, что если вы видите внизу, есть еще уровень воды, ну, то есть жажды, наверное. Вот. Ой-ой-ой, чуть не упал. Ну, кстати, может, что-то интересное есть. Может быть, тут что-то есть интересное. кстати, ну, да, здесь может быть и есть что-то интересное, но очень глубоко. Вот. А жить надо пока что на поверхности. Так, тут какая-то пещерка тоже. А это что такое? Что это я нашел? Незажженный факел. Ага. Это тут кто-то пришел, факел поставил, и он потух. Да, здесь факела тоже тухнут. Короче, тут все очень сложно. Очень сложненько, очень опасненько. Так, короче говоря, получается, я в результате вернулся, откуда пришел. Не очень здесь хорошо. Не, ну, я на такой горной местности жить не смогу. Я не люблю горы. Мне непонятно, как на них строить. Когда я только начинал играть в Майнкрафт, я наоборот любил горы, потому что вроде как встроил, там как-то необычно это выглядит. А потом, понимаешь, все тут обычно. Так, цветочки растут. Так, залезу ли я туда или не залезу? Я вообще себе уже находил там место, это место, это место, это место, это место, это место в принципе. И, наверное, пойдем-ка мы туда. И чего доброго, может быть, мы даже найдем свои вещи, которые я потерял после последней войны с этим. с аллигатором или крокодилом, кто он там. Так, хотя вот есть еще вон местечко, где тут много зайчиков. Вот зайчиков тоже, зайчиков тоже нет смысла убивать, потому что от них только косточка остается, мяса от них нету, по-моему. Поэтому не будем. Так, вот еще кто-то из травы сделал себе жилище. Так, где же нам? О, музыка какая-то заиграла. Где же нам поселиться? Ну что, вот здесь неплохие острова. Так, вот тут, кстати, ходить очень опасно. Можно провалиться просто-напросто. Так, а вот это надо собирать. Кстати, камни здесь получается как бы разных видов. То есть, каждый камень это как бы какой-то минерал определенный. Анна, да? Так, ладненько, посмотрим, где же тут лучше поселиться-то. Глину надо найти. Да, селиться надо, получается, рядом с глиной. Вот, еще меня беспокоит то, что дом-то далеко. так, иду я куда-то не туда. Так, и куда же идти? Я хочу вот найти острова. Я там был уже. Так, у меня уже, в принципе, соломы очень много. Можно вообще где угодно поселиться. Но без глины это будет бессмысленно. Я уже почти два ножа истратил на солому. Так, и что тут у нас? Тут кто-то пытался делать. Кстати, вот это что такое? Надо это. Надо это. Вот это сделать. ой, 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 вот это надо сделать. Так, замшлы каменные кирпичи. Понятно. Я думал, вдруг глина. Так, говорят, что глина должна быть, вот у меня уже и кончился нож. Так, камень у меня слава богу есть. Говорят, что глина растет, ну, не растет, а смысле там, где желтые цветочки. Я пока не вижу желтых цветочков. Так, палки есть, раз, нож, два, нож. Хорошо. Так, ладно, в общем, какое-то жилище мы уже себе построим, я так думаю. Вот, а сами пока дойдем, попробуем для тех островов. Придется немножечко поплавать. Но у нас есть клавиша Type, ой, Tab. Она увеличивает скорость, дает такой импульс, чтобы быстренько проплыть. Отличненько. Так, и вот, наверное, где-то здесь мы будем. Кстати, вот этого пеликана нельзя ли замочить? Кстати, у меня же есть копье. в чем хорошо копье, то, что его потом подобрать можно, если найдешь. А вот у меня, ну, по-моему, упало в воду. Ну-ка, где-то я вот тут сейчас найду, разве? Да, не надо было так шмырять, значит, необдуманно. Ладно, в общем, у меня где-то там вот мои красные точки, и, по-моему, там я где-то что-то потерял, поэтому есть смысл туда сходить. Так, единственное, что тут нужно приготовиться в любой момент отражать атаку нападающих. Так, я вижу желтый цветок. Я вижу желтый цветок. А желтый цветок, получается, должен расти там, где глина. Если мне не наврали. Это же не глина? Нет, это просто земля. Странно, странно. Так, камушки подбираем, потому что без камушков вообще никак. Палки, камни, отлично. Так, 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 где-то вот там я находил отличнейшее место для себя, и, наверное, вот там я и поселюсь. Тем более, я теперь знаю, что можно было из соломы делать эти самые блоки для строительства. Так, значит, почему нельзя просто землю? Это, опять же, для тех, кто не знает терра фермокрафт. фермокрафт. Дело в том, что они рассыпаются. Земля рассыпается и, кстати, что-то за дерево так лежит. О, тут кто-то уже горн делал. Прикольно. Ну, в смысле, там разжигал что-то. Так, камень забираем, камень забираем. вот у нас много деревьев здесь. Я вижу цветы, но, правда, не те, что нужно. Хотя, вон, желтые цветы тоже есть. Не знаю, наверное, какие-то другие особые желтые цветы должны быть. Глиняные. Так, ну, в любом случае, мы их здесь, наверное, как-нибудь, когда-нибудь найдем. Еще бы найти мне источник воды пресный, и, по-моему, вот он, он тоже есть. Он не связан с морем. Это хорошо. Если я в него захожу, у меня пополняется отлично. Все, я остаюсь. Так, трава, блин, найти бы глину вообще было бы замечательно. Так, тут вот видите, кстати, уже другие какие-то камни. Андезит, а это у нас уплотненная глина. Причем уплотненная глина, это не та глина, о которой вы подумали. Так, вот они, вот они, желтые цветочки. А это у нас трава на глине. У-ху! Я нашел глину. Ребят, слышите? Кому глина нужна? Так, поэтому где-то вот здесь мы, наверное, будем строиться. Все, решено, решено. Делаем кучу этих самых блоков. Ну, как кучу, сколько есть. Так, и делаем быстренько-быстренько себе жилище. Вот прямо возле глины и возле воды и вообще тут все хорошо. И вообще тут все хорошо. И камни у нас тут есть. Прекрасно. Деревья рядом растут. Просто замечательно. Сейчас мы тут немножечко даже площадку расчистим. Да, как-нибудь вот так. Лопата, наверное, быстро будет кончаться здесь. так, вот чтобы лишнее это не тратить на это самое. Ну, сейчас кусок земли будем использовать как... Так, насколько большой мне дом понадобится. Ну, я думаю, вот такой, например. вверх. так, 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 да, пойдет, 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 пойдет. Вот сейчас как не хватит, а мне не хватит, естественно, на крышу может не хватить просто-напросто. ой, не там поставил. Эх, нет, не хватит мне. Ну, ничего, мы можем еще нарезать травки. Так, все, кончилось. Так, быстренько тогда режем еще, пока не стемнело. Можно еще из дерева сделать, в принципе. почему бы и нет. вот я там где-то, ну, кстати, там где-то вот штука стоит, которая, возможно, мне тоже пригодится. Так, блок выбить можно, это уже хорошо. Так, 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 что там у нас с травой. Да, травы придется очень много делать, чтобы сделать полноценный дом. Так, 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 как же тут закрыться-то? Так, ну, хорошо, ладно, у меня есть бревна. Из бревен можно, например, сделать крышу или все-таки резать. Наверное, резать траву, это будет намного выгодней. Тем более, ее тут много. Нет, дерево понадобится для других целей, там, печь всякие эти самые, еду, например, ту же. кстати, про еду. То, что я вот тут вообще без еды, это вообще плохо. И, кстати, надо здесь тоже, наверное, поставить отметку о том, что это дом. А то я его потом могу потерять запросто. Кстати, если туда сбегать, так, что тут за лягушка прыгает? вот она она. Ух ты, что-то я из нее выбил. Сгусток слизи? Замечательно. Так, ладненько, вроде у нас появилась еще травка. 11. Нормально, какой-никакой, но дом, я думаю, мы сделаем. Так, а ну-ка, я тебя можно руками забить. Ну, прекрасно. Так, мы сейчас, наверное, вот так в первую очередь сделаем хотя бы, чтобы был отдельный вход вот такой, да? Так, через крышу все-таки не каждый пролезет. Так, сколько у меня тут я не вижу? 6, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Короче, вот такой дом. Какой есть. Да, пока что будем закрываться землей. Крыши пока, конечно, нет, но я думаю, а, пауки залезть могут, да? Да, пауки могут залезть, но мы сейчас хотя бы, ладно, сколько тут получается? 3 на 1, 2, 3, 4, 12, да? А у меня 16 дерева, мало, конечно. Так, ну, во-первых, надо хотя бы сделать еще инструменты. Зажженный факел. Так, а ну-ка, посмотрим. я не знаю, горит ли костер под дождем, потому что все может быть. Может и не гореть, кстати. Я не знаю, не зажгется ли сейчас это самое. Так, что за палками? С палками что-то не то. давайте, запрыгивайте. Два костра. Интересно. Так, ладненько, что мы можем здесь сделать? Да ничего особо пока сделать не можем, поэтому нам нужны просто, напросто, глина, в первую очередь, и нам нужны всякие металлы. Так, ну и камни, естественно, тоже. Чё-то их прям тут много. Это, конечно, хорошо. Так, мне интересно, что из слизи можно делать. У меня получается какой-то регион такой интересный. На нём именно лягушек много. Так, ножи есть. О, у меня три ножа оказывается. Ладно, не знал. Не, надо сверху всё-таки накрыться. Всё это сверху надо накрыться, потому что, правда, тут пауки злые, тут вообще все злые. Поэтому от них надо будет спасаться. Так, ещё мне нравится, что здесь много травы, в общем-то, это хорошо. Какой-никакой, но строительный материал на первое время. Вот, а так, глядишь, ещё какую-нибудь найдём. Фу, что у нас есть? Так, 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 так. Не суетись, Алексей. Просто сорви и уйди. Так, здесь ягодки. Что-то он подтормаживает, получается. О, забрал. Так, ягодки есть, это уже хорошо. Так, ещё там я траву урву. И убиваю лягушек. Да, я не использовал нормально копьё, всё-таки хочу посмотреть, какой эффект от копья. Но это потом, наверное. Сейчас всё-таки в первую очередь, в первую очередь, защита. Нужен дом. Здесь очень сильно нужен дом. И тогда уже можем приготовить какую-нибудь еду потом. Кстати, вот эта черника, я не знаю, можно ли её поджаривать. Я думаю, что нет. 10 не хватит. Мне чуть-чуть буквально, чтобы сделать полноценный маленький домик. Две штуки не хватило. Так, мне, короче, 8 травы нужно ещё сорвать, получается. Так, ой, жёлтые цветочки прямо рядом. Отлично, у нас есть глина. можно было бы деревяшками закрыть, но дерево надо экономить. Так, да, в первую очередь надо сделать, конечно, пилу. Так, где у нас тут глина? Вот эта глина, так понимаю. Отлично, у нас есть глина. Её здесь много. Это значит, мы сделаем все формы. На одну форму уходит 5 глины. Поэтому не радуйтесь, если у вас есть одна. Ничего с ней не сделаете. А, вот видите, она ещё и случайным как-то образом выпадает, то есть не всегда. Но это печально. Ну ладно, у меня теперь достаточно глины. Сколько у меня её? Штук 30, получается, уже есть. Так, ой, как здесь тихо, сразу чувствуется, что ты дома. Так, 20 штук, 5, где она? Вот она. Так, здесь всё закрываем. Отлично, и тут закрываем. Всё, теперь мы сейчас сделаем, мы сейчас сделаем палки. Так, кидаем одно брёвнышко сюда. А, его ещё нужно зажечь, этот костёр, да? Отлично. Так, брёвнышко кинули, давайте ещё одну кинем. Во-первых, сделаем факелы. У меня есть ещё палки. Ой, у меня мало палок. Из одной палки получается два факела. Так, и что у меня есть? Ух ты, у меня есть семена ячменя. Не знаю, можно ли есть ячмень, но это в любом случае лучше, чем ничего. Так, и что касается брёвен, брёвна можно хранить, по-моему, как-то вот так, с шифтом нажимаешь, потом с шифтом на нём же. Ой, начни так, начни так. Он должен быть как верстак, я по крайней мере смотрел. Да, вот, можно сюда скидывать по четыре штуки. Типа так хранить. А вот это можно здесь хранить? Почему нет? Почему? Это же было бы так удобно. Так, здесь факелы мы сделали. Чернику можно жарить? Фрукты. Так, видите, 3,6 единиц она пополняет. Это очень мало. Да, надо бы пойти поохотиться, конечно. Но, по-моему, она не приготовится таким образом, что, собственно, не очень хорошо. Так, но зато у меня тут есть уже факелы. Это значит, здесь хотя бы будет светло. Так, я ставлю отметочку, называю её дом. Я не знаю, на русском можно, кстати. Ну, отлично, можно. Ну, вот, в общем-то, жить можно. Так, дерево у нас чуть-чуть есть. Так, гнилая плоть, что можно с ней сделать, интересно? Ничего, видимо. Так, но зато у нас есть глина, а из глины мы сможем сделать скоро пилу. Так, пила делается как-то вот таким образом здесь, по-моему, вот. Ой, блин, я не то делаю. Я испортил глину. Да, вы, кстати, можете испортить глину. Так, значит, здесь точно вот так все должно идти. Значит, здесь получается вот так, вот так, да. Как жалко, что я испортил глину. Во, получается, глиняная форма пилы. Отлично. Так, ее нужно будет еще обжарить. Также мне понадобится еще кувшин. кувшин делается вот так. Еще понадобится еще одна такая штука. Кстати, кирка. Но я кирки не помню рецепт, поэтому мы ее пока делать не будем. Да, еще мне понадобится много соломы, дерево понадобится, и тогда мы сможем замутить себе печечку, в которой это все зажарим. Но это будет, наверное, уже не сипа дня. На сегодня у нас все. Спасибо, что посмотрели. Это с вами был Алексей. Всем пока.